Сегодня мы начинаем нашу пятую лекцию курса «Семиотическая антропология». Сегодняшняя наша тема – это будет алфавитное иероглифическое письмо, то есть типы культур, которые позволяют разграничить те культуры, которые передают информацию главным образом, с помощью знаков иероглифического типа. И письменности типа той, которую мы все пользуемся, то есть типа русской и английской. Но они отличаются потому, насколько они связаны в письменной форме с устной формой. Русская письменность гораздо больше отвечает русскому современному произношению. Английское письмо, вы знаете, очень сильно отличается от обычной английской речи. Бернард Шоу когда-то завещал часть своего большого состояния на то, чтобы исправить ситуацию, но она пока не очень исправляется. Но это уже мелочи, а в принципе алфавитное письмо – это письмо, которое передает фонемы или хотя бы часть фонем устного языка. А иероглифическое письмо ориентировано в основном на передачу значений знаков. Соответственно, различаются сроки, темпы, объём обучения. Например, в культурах иероглифического типа, как в ранней китайской, очень большой срок обучения. Мне в одной старой китайской книжке, романе, встретилось упоминание того, что чиновнику исполнилось 50 лет, было самое время поехать в Пекин сдать экзамен. Это значит, экзамен, где он должен был показать знания десятков тысяч значений иероглифов. И приходится целую жизнь учить. Правда, иногда начинают очень рано и бывают довольно ранние успехи. Я как-то очень интересовался тем, как в Китае начинают писать уже такие произведения, для которых нужно много иероглифов. Один китаист для меня просмотрел китайскую литературу и нашёл в одном словаре упоминание поэта, который в 8 лет написал первые стихи уже с достаточным количеством иероглифов. Но это редкий случай. Вообще, обычно на это уходит очень много времени. И, соответственно, темп и объём обучения, время и характер экзаменов очень сильно отличаются. Поэтому тип культуры в большой степени связан с тем, как формируется в молодости человек. И человек, который в молодости должен много времени затратить на изучение разных значений одного иероглифического знака, он, конечно, сильно отличается от того, кто один раз обучается грамоте, ну, как русской грамоте, да, и дальше уже может совершенствовать, стараться писать как грамотный человек, что сейчас, кстати, редкость уже в России. А можно всё-таки заняться другими разными делами. В Китае это сложнее. Поэтому, когда сейчас говорят о том, что Китай выдвигается на первый план среди стран, всё-таки запомним, что в нём культура иероглифического типа. Поэтому освоение любых новшеств в науке и технике в Китае проходит сложнее, чем в других странах. Требует больших затрат человеческой энергии, усидчивости и так далее. Теперь несколько замечаний по поводу того, как рано мы можем предполагать существование какой-то письменности и какой была ранняя письменность. Вы знаете, археологических данных пока мало. Мне, так если честно сказать, достоверно известны только, несомненно, письменные знаки в некоторых образцах пещерного искусства, ну скажем, на территории современной Франции и Испании. Там примерно 30 тысяч, 25 тысяч, 20 тысяч лет назад в пещерах, на стенах пещер появляются некоторые знаки, которые похожи на рисунки. Иногда это просто отпечатки. В частности, очень много отпечатков ладони. Интересно, я отдельно изучал этот вопрос. Интересно то, как соотносятся отпечатки правой и левой руки. Ладони можно рассуждать о том, почему там число пальцев бывает разное. Но это всё-таки всё детали. Основное то, что это не рисунок как таковой, а это отпечаток, след. Возможно, что это один из ранних типов рисуночного письма. Но рисуночное письмо как таковое тоже уже есть, хотя и в редких случаях в пещерном искусстве. Насколько мы можем понять. В пещерном искусстве очень много замечательных рисунков и изображений. Ну, иногда думают, что это тоже символы, передающие абстрактные понятия. Но выглядит это как очень хорошее изображение дикой лошади или быка, или какого-то ещё дикого животного из числа тех, с которыми тогда сталкивались наши далёкие предки в Европе. Ну, и в том числе будут и некоторые такие знаки, которые, может быть, были уже символами. Но особенно ясно это во французской пещере Ля-Скоу. Вы знаете, вы в интернете можете найти очень хорошую серию цветных изображений Ля-Скоу. Там вы найдёте переход из одной части пещеры в другую, где есть явно первое, вообще известное нам изображение мёртвого человека, как схема мёртвого человека, и около него изображение птицы. Ну, скорее всего, всё-таки птица как-то связана с человеком. То есть, скорее всего, это такой древний образ, который мы потом часто встречаем. То есть, то, что мы называем человеческой душой, в древности могло мыслиться в образе какой-то особой птицы. Похоже, что в Ля-Скоу мы видим уже это, это примерно 25 тысяч лет до нас. И это человек разумный и разумный. Его древнее жилище. Он скрывается там во время ледникового периода, вокруг холод, льды. И человек добивается замечательных изображений. У него есть уже настоящее искусство. И отчасти, видимо, появляется подобие рисуночного письма. Рисуночное письмо на научном языке носит название пиктография. От пикту пишу. Письменность, основанная на рисунке. Козень, который лежит в основе многих терминов, обозначающих искусство, живопись и так дальше. Рисуночное письмо, по-видимому, самый древний тип письма. Поэтому можно думать, что рисуночному письму предшествовала возможность изображения предками людей каких-то сценок. Потом эти сценки оказалось возможным изобразить. И так возникает первое рисуночное письмо, которое изображает конкретные предметы, конкретных людей в их отношениях друг к другу. Следующий этап – это появление абстрактных знаков, которые изображают не только конкретные предметы, но и вполне определенные эмоции, душевные категории, духовные понятия. В этом роде очень интересны дошедшие почти до нашего времени свидетельства, которые мы находим в традициях древних народов Сибири. Кстати говоря, это традиции, которые потом переселялись в Америку, поскольку мы точно теперь знаем, по данным генетики и лингвистики, что основное расселение по Америке начиналось с севера. Северную Америку заселили сперва пришельцы из северо-востока России, теперешнего дальнего востока, его северной части и северной Сибири. Там обнаружены древние остатки не только рисуночного предметного письма, которое изображало конкретные предметы и людей, но и письма абстрактного. Особенно интересно в этом плане юкагирское письмо. Юкагиры – это народ, доживший до нашего времени, обитают на крайнем севере Сибири. Их осталось очень мало, но они изучены. В частности, я был близко знаком, работал вместе с выдающимся исследователем юкагиров и других сибирских народов, замечательным русским этнографом и лингвистом Крейновичем. И он сам изучал юкагирский язык и сдал до своего ареста и длительного заключения. Ну и после, когда освободился, был реабилитирован, работал в Ленинграде, но я к нему приезжал из Москвы. Он много занялся современным юкагирским языком, поэтому у нас есть очень хорошие описания языка. Но представьте, что этот народ, кроме интересного языка, устного, пользовался ещё удивительным письменным языком. По-видимому, это остаток какого-то языка очень древнего населения Сибири. Так думают многие археологи. Вы знаете, я, чтобы не быть голословным, вам покажу некоторые образцы этого письма. Я покажу их вам, и потом вы увидите. Во-первых, я вам укажу литературу по этому поводу. И, во-вторых, вы почитаете об этом кое-что. В частности, в замечательной старой книге «Языки и письменность народов Севера». Был в Ленинграде в советское время, в 30-е годы, разгромленный потом во время сталинского террора. Просто все сотрудники были арестованы. Был Институт народов Севера. И он издал замечательную книгу «Языки и письменность народов Севера». Там вы найдёте много подробностей. Ну, вы найдёте тоже много подробностей. В работах замечательного археолога, работавшего потом в Сибири, Окладникова, который считал, что юкагирское письмо – это наследие очень древнего письма. Потому что мы его находим в каких-то форумах и у других многих сибирских народов. И Окладников думал, что, ну, во всяком случае, в течение нескольких тысячелетий это письмо существовало в Сибири. Значит, картинки, которые я только что вам, ну, так, для общего ознакомления показывал, они представляют собой абстрактные изображения вполне ясных категорий. Дело в том, что это любовное письмо. Я очень примерно вам перескажу смысл его, а потом вы почитаете подробнее об этом. Ну, вот на этом рисунке, который вы можете потом найти в хороших воспроизведениях, в частности, в книге «Описанность народа в Северу», есть такие конкретные предметы, как юбка – отличительная черта русской девушки, коса – отличительная черта девушки, покинутый дом, связь, указывающая на преграду, на того, кто встал на пути. Но отдельные абстрактные знаки означают взаимная любовь, брачные отношения, родной дом, грусть, мысль о том, кто думает. «Девушка живёт в своём доме, но её мысли витают над покинутым домом другого человека, хотя у него русская жена и двое детей, и хотя вокруг её дома бродит жених». Это мы знаем из того, как юкагиры сами читали и толковали это письмо. То есть это не наши выдумки, не то, что мы что-то расшифровали, а это я вам пересказываю то, как абстрактные знаки, которые я вам сейчас показывал, как они читаются. И такое древнее абстрактное письмо, включающее знаки для предметов, лиц, жилищ и понятия абстрактных, типа взаимная любовь, это письмо существовало тысячи лет на территории Сибири, и вот, как я предполагаю, возможно, сказалось потом на образцах письменности в разных местах Америки. Но это моя гипотеза, и я рассказываю не для этой гипотезы, а потому что несомненный факт, что в истории письма был период такого чисто рисуночного письма. Во многом то, что я считаю современной развитой наукой о письме, создано в трудах, к сожалению, не полностью напечатанных, нашего замечательного гениального этнографа, этнолога, антрополога Юрия Валентиновича Кнорозова. Он немножко меня старше, но близок ко мне по поколениям. Мы с ним много лет работали вместе, обсуждали вместе его результаты, и он, несомненно, оказал на меня очень большое влияние, в частности, на то, как я сам подходил к письменности и к разным её образцам. Я надеюсь, что вы, если заинтересуетесь этими темами, посмотрите мою книгу. Она недавно вышла, поэтому вполне, я думаю, легко доступна для тех, кто заинтересуется. Эта книга называется «От буквы и слога к иероглифу». И там я подробнее говорю о Кнорозе, обратитесь к тому, что там сказано о Кнорозе. Это действительно великий русский учёный, совершенно недооценённый в России, очень широко сейчас признанный как великий учёный в Соединённых Штатах Америки, потому что он показал, как читать древнюю письменность Майя на основе давно известных фактов, но он их сопоставил и его сравнивают с Шампулионом, с основателем, собственно, всей современной науки о древних письменностях. Шампулион расшифровал древнеегипетское письмо, а американцы, сейчас выпустившие специальные книги великому учёному Кнорозе, у нас по-русски ни одной такой книги нет пока, американцы его называют новым Шампулионом. Он играет не меньшую роль. На меня лично оказала большое влияние концепция Кнорозева, касающаяся того, как различить и дошифровать разные виды письма. Я попутно буду коротко с вами об этом говорить. Я сам считаю, что это та начальная область антропологии, которую я бы очень рекомендовал для учебных заведений. У меня самого был опыт. Я пытался эту свою идею для себя проверить, создав маленький кружок для школьников. Там работало примерно от пяти до десяти школьников из разных школ, в частности математических возрастов, было от девяти до тринадцати-четырнадцати лет. Они показывали очень большие успехи. Я уверен, что основы дошифровки по Кнорозову можно привить уже таким вот детям, которые рано интересуются этими проблемами. Вообще это безумно интересно, как устроено древнее письмо, как его можно самим понять и даже научиться дошифровать неизвестную ещё письменность. Я этим занимался в своём кружке, мы пытались прочитать этрусские тексты, смысл которых остаётся до сих пор не вполне установленным. Кнорозов считал, что для того, чтобы оценить письменность как рисуночную, необходимо, как и вообще для любого подхода научного строгого к письменности, необходимо прежде всего заняться статистикой знаков. Нам важно, в каком темпе, с какой скоростью мы распознаём новые знаки. Если письменность действительно рисуночная, вы понимаете, что даже теоретически можно сказать, что число рисунков, которые может использовать, ну, вообще говоря, любой человек, оно практически неограничено. Даже если речь идёт просто о детских рисунках, в каком-то смысле для нас это важно, потому что детский рисунок – это ранняя форма общечеловеческого рисунка. Дети могут нарисовать что угодно. Ну, я сам и мой брат, который потом остался художником, стал замечательным художником-пейзажистом, Михаил Евсилович Иванов. Мой брат и я, мы с детства очень много рисовали, поэтому я просто берусь утверждать вам, что рисовать можно всё, что угодно. Не все поймут, что вы имеете в виду. То есть какие-то из ваших знаков похожи на иероглифы в этом смысле. Вы должны людей обучить тому, что здесь я имел в виду собаку, а не чёрт. Это просто я беру из своего личного примера, я был очень обижен, когда великий писатель Максим Горький, которым я благодаря своему отцу и матери, дружившему с Горьким, лично был знаком в раннем детстве, старый уже человек, так что я помню живого Горького. Представьте, я этому живому Горькому к его годовщине в 36-м году, перед его смертью, послал в подарок детский рисунок. Это тоже сделал мой брат. Горький очень любезный человек, всем отвечал на письма. И он нам ответил, мне и брату. Письмо сейчас напечатано. И там он меня хвалит за то, что я очень хорошо изобразил чёртика с крендельками. А на самом деле я изображал собаку цыпного пса, который у нас в это время был на даче. Мама боялась того, что повторно придут грабители-воры, поэтому взяли цыпного пса. Ну вот Горький прочитал мой рисунок цыпного пса как изображение чёртика с крендельками. Я был очень расстроен, огорчён, обижен. Но это дело моего юношеского, детского тщеславия. А по сути это, в общем, показатель того, что любой рисунок очень легко становится загадочным. Его надо как-то толковать. То есть рисунок – это потенциальный иероглиф. Но рисуночное письмо отличается от иероглифического. Иероглифов в любой системе письма может быть очень большое количество, десятки тысяч иероглифов с разными значениями, возможно, вот в частности в раннем китайском письме. А в рисуночном письме количество знаков не ограничено. И это можно установить, исследуя статистику знаков на достаточно большом материале. Границу провести очень трудно. Я вам приведу пример из до сих пор окончательно нерешённой загадочной письменности. Вы знаете, существует на Тихом океане такой интересный остров Пасхи. Остров Пасхи. По-английски большая интересная литература, в частности книга замечательного этнолога «Метро». Называется это «Easter Island». «Easter Island» – это остров Пасхи. Очень рекомендую. «Метро» «Easter Island» по-английски. Ну и по-русски есть интересные работы. Наш великий этнограф, антрополог, работавший на островах Тихого океана в XIX веке Миклухо Маклай Миклухо Маклай привёз в Петербург, откуда он отправился в свои путешествия, после длительных путешествий привёз очень хорошие коллекции предметов разных культур жителей островов Тихого океана. И в частности он привёз некоторые странные предметы с острова Пасхи. Это были жезлы, украшенные какой-то непонятной вязью надписи. Я вам покажу просто, как это выглядит, но я предупреждаю, что это такое письмо, которое при всём огромном интересе, которое он представляет, тем не менее, пока ещё не дошифровано. мы точно не знаем, что это за письмо, но уже знаем, что оно необычайно интересно. Мы хотим понять, хотим понять, что это за письмо. Пока не знаем. Кнорзов пытался понять, вместе с некоторыми своими учениками, которые потом пошли своим путем, они пытались прочитать это письмо. начало, конечно, с подсчёта, начало с того, как выглядят сами эти таблички, значит, это жезлы. То есть, какие-то знаки на украшенных палочках, и эти знаки были сделаны ещё тогда, когда люди понимали, что это за знаки. Вот так выглядят эти знаки. На языке острова Пасхи рапануйским. Рапануйский язык устный, мы знаем. На рапануйском языке такие знаки называются ронго-ронго. Что такое это ронго-ронго? До сих пор ответа нет. Почему я на этом специально остановился? Вы знаете, потому что мне кажется, что история изучения ронго-ронго в Петербурге, в нашем Ленинграде, в советское время, в годы блокада Ленинграда, эта история трагична и замечательна. Был в Ленинграде школьник по фамилии Кудрявцев. Этот школьник 14 лет. увлекся письменностью ронго-ронго коллекции Миклуха-Макла доступна в так называемой Консткамере. Это этнографические музеи, созданные по идее нашего великого основателя русской науки, русской академии наук Петра Первого. В Консткамере, то есть в этнографическом антропологическом музее Академии наук России, хранятся жезлы, привезённые Миклуха-Макла и имя увлёкся Кудрявцев. Учёный мальчик, который выучил испанский язык, почитал соответствующую латиноамериканскую литературу и понял, что жезлы, которые хранятся в Ленинграде в коллекции Миклуха-Макла содержат те же знаки в тех же последовательностях, что и аналогичные жезлы, которые из острова Пасхи были привезены в Южную Америку, находятся сейчас в музеях Чили, ну, в музеях одной из латиноамериканских стран. Большое открытие было сделано маленьким мальчиком, поэтому я продолжаю настаивать на том, что мне кажется очень важно просто должны сами дети этого добиваться, чтобы детей начали обучать настоящим существующим наукам, одна из которых наука о дошифровке. Если во время блокада Ленинграда, недоедания, голода, гениальный мальчик что-то смог открыть в этой области, то я уверен, что мы все живущие в гораздо лучших условиях экономических продовольствиях, какой бы ни наступил кризис, это еще не блокада Ленинграда, где люди погибали от голода ежедневно, да, а вот в этих условиях человек в таком малом возрасте уже сделал большие открытия. Значит, каждый может попробовать свои силы, если взрослые вам до сих пор не обеспечивают возможность изучения такой науки, заставьте взрослых это сделать, я обращаюсь к младшей части населения, которое что-то может услышать из того, что я сейчас говорю. Так вот, остров Пасхи, к сожалению, до сих пор остается загадочным, мы не знаем, что это была за письменность, есть точка зрения, что люди только вспоминали какие-то устные тексты, когда смотрели на эти странные знаки, есть классификация этих знаков, там похоже, что изображены многие светила небесные, многие какие-то священные предметы, может быть, но как всё это вместе читать, мы не знаем, знаем только, что знаков очень много, и по мере того, как находятся новые жезлы, сейчас эта письменность не используется, но поэтому сейчас посередан ключик, но когда находят новые жезлы, эти новые жезлы приносят ещё новые и новые знаки, поэтому темп освоения такой письменности, динамическая статистика изучения знаков, она как будто располагает к мысли, что а может это вообще рисуночное здесь, а может быть, нет, а может быть, уже возникли иероглифы, но мы ещё не можем это разгадать, но сейчас достоверно изучено некоторое количество ранних иероглифических систем знаков, в иероглифической системе знаков существует определённое количество от сотен до тысяч, десятков тысяч, обычно всё-таки существенно меньше ста тысяч, но может быть гораздо больше одного десятка тысяч знаков, все эти знаки надо знать, чтобы писать интересный художественный текст, можно меньше знать для того, чтобы писать специальный текст, но в частности в области религиозной философии большая часть интересных древних текстов такого рода, ну и совсем немного иероглифов требуется для написания тех начальных текстов, с которых начинается иероглифик. Знаете, в этом смысле очень интересны некоторые новые открытия в Египте. в Египте работает экспедиция, посланная туда таким выдающимся исследователем древних письменностей, археологом и антропологом Дрейером. Дрейеру удалось найти очень интересные образцы древнеегипетского письма. Представьте, оказалось, что это письмо конца четвертого тысячелетия до нашей эры, то есть это письмо, ну, которое от нас отстоит примерно на больше чем пять тысяч лет, близко к шести тысячам лет до нас, и представьте, в этом письме основное, постараюсь вам сейчас показать образец вот это вот то, что сейчас от меня находится с левой стороны, с вашей правой, вот это вы знаете, что, это первобытная коммерческая реклама, значит, какие-то устраивались обряды в Египте, уже были жрецы особые, особые обряды, для них требовались какие-то вещества, ну, скажем, чтобы совершать жертвоприношение, и была реклама, вот полезна для жрецов такая-то система жидкости, которую можно приобрести для храма. Эта реклама, это вот самое раннее, что мы узнаем о египетском письме, еще почти рисуночном, потому что это изображение каких-то предметов, вот, указывающих на эти ритуальные вещества, но в то же время это уже иероглиф, потому что у него есть несколько значений, в частности, значение вот этого ритуального вещества и значение того, что его можно как-то определенным образом использовать в обряде. Это конец IV тысячелетия до нашей эры. Знаете, я очень увлечен замечательными идеями великого русского психолога с советского времени. Выгодского, который потом в сталинское время был запрещен после его ранней смерти. И так снова сейчас вводится в научный оборот, признается тоже великим ученым, как всегда, сперва за границей в Америке. О нем пишут статьи, что это был Моссард в психологии, рано начавшийся гений, что его открытие равносильно по значению генетическому коду и так далее. Все это признается за пределами России. А в России вот мы только сейчас начнем отмечать 120-летие со дня рождения великого ученого. Пока ему было там сто лет, как-то еще о нем не вспоминали. Но сейчас начали вспоминать. Спасибо и на этом. Так вот у Выгодского среди его крупных открытий был закон, который он сам формулировал так. Распад какой-то высшей психической функции, вся культура состоит из набора некоторых высших психических функций, распад высшей психической функции происходит в порядке обратном по отношению к развитию. Значит, то, что я вам рассказал про Египет очень интересно, потому что это развитие культуры, а мы с вами присутствуем во многих странах, в том числе я считаю не только в Америке, но и во многих странах Европы с их культом благополучия и потребительского капитализма, ну и в тех странах, которые иногда плохо, но подражают это в своем грабительском капитализме, как в современной России. Везде мы видим формы распада бывшей культуры, и в этих формах распада большое значение имеет снова древняя система знаков, которая когда-то была в условиях цивилизации, была способом передачи знаний, а сейчас превращается в коммерческом телевидении, в особенности в систему рекламы. Каждая интересная передача в современном телевидении прерывается, потому что нужно срочно передать рекламу. Для обучения детей, для основной части культуры, которая должна передаваться следующему поколению, это трагично. Я изучал специально случай одного мальчика в западной играть, который не говорил обычным образом. Почему? Потому что родители оставляли его играть в своем детском маленьком уголке за заборчиком. Включали телевизор. И ребенок, пока родители были на работе, ребенок смотрел телевизор. его голова оказалась забитой рекламами. Сначала думали, что он не говорит, что он аутист, а потом оказалось, что он вполне может говорить. Но когда он остается наедине, он произносит название марок машин, потому что его голову забили коммерческими рекламами с показами машин. Когда показывают машину, фотографию машины, то для ребенка это прежде всего рисунок, сопровождающийся словом, то есть это иероглиф, иероглиф, который читается как название машины. Вот этим голова может быть забита настолько, что ничего остальное из того, что можно сказать на языке, в голову просто не пойдет. Поэтому, во-первых, я очень рекомендую родителям помнить, что любая реклама, передающаяся по телевидению, губительна, я не преувеличиваю, губительна для раннего психического и культурного развития, во-вторых, надо помнить это всегда, надо помнить, что телевидение это мощный орган, который может оболванить человека, может свести всю его культурную работу к нулю. Вот мы должны это помнить, это важный опыт современной продвинутой психологии, и с этой точки зрения распад, который общество нам демонстрирует в роли, повышенной роли коммерческой телевизионной и другой рекламы, это повторение в обратном порядке того, как шло развитие на протяжении последних шести тысяч лет. Был достигнут довольно высокий уровень культуры в цивилизованных странах, и дальше грабительский капитализм, в частности глобальный современный капитализм в его бандитских формах, разрушая древнюю культуру, и при этом распаде культуры обнаруживается, что то, что было иероглифами, обратно превращается в рисунок. Вот это несомненный факт. Теперь от этих довольно мрачных рассуждений о том, как культура может сама себя погубить, перейду всё-таки к оптимистической части того, что я должен рассказать. Оптимистическая часть состоит в том, что человечество всё же в основном двигается вперёд во времени. То есть существует, конечно, регресс, регресс к фашизму, к бандитизму, к сталинизму, но одновременно с этим существует и положительное движение восхождения культуры. И восхождение в общем смысле всё-таки это восхождение от рисуночного письма к иероглифическому, от иероглифического к алфавитному. Значит, очень коротко иероглифическое письмо даёт возможность изобразить множество предметов внешнего мира. Постепенно значения иероглифов, помимо предметных, непосредственных, могут становиться всё более абстрактными. Иероглифическое письмо в своих высших формах достигает возможности передачи очень сложных, в том числе математических понятий. Математическая астрономия в древнем мире, в Вавилоне, это первая страна, где совершена первая научная культурная революция. Это время, когда Вавилон был персидским, то есть многоязычным. И там смешанное персидско-еврейско-древневавилонское аккадское население создало математическую астрономию, которая быстро была подхвачена греками и развита и досталась нам европейцев уже от греков. Вот в Вавилоне позднее некоторых других частях Древнего Востока иероглифическое письмо способствовало возникновению первых зачатков науки, в частности математической астрономии и других форм строгой науки. Постепенно иероглифическое письмо также привело к возникновению алфавитного письма. Это была революция, это было сравнительно недавно. даты такие для древнеегипетского, самого раннего, древнемесопотамского, в частности, шумерского и эламского, прото-шумерского и прото-эламского, то-есть ранне-шумерского и ранне-эламского письма. Дата конца четвёртого тысячелетия, то-есть примерно пять с лишним тысяч лет назад, около шести тысяч лет назад, это дата общая для этих древних культур и похожая, по-видимому, дата для самых ранних китайских надписей, по мере того, как Китая сейчас начинает преобразовать некоторые тенденции, ну, как бы сказать, такого преувеличенного восторга по отношению к ранним эпохам культуры, это во многих начинающихся цивилизациях имеет место, вот в Китае сейчас многие учёные предполагают ещё более ранний возраст письма, я не очень уверен, но такие гипотезы есть, может быть, ну, и похожий возраст письма, и в частности похожие результаты использования письма в математической астрономии, обнаруженные у некоторых народов в Центральной и Южной Америке, в особенности у Майя, которых, как я уже сказал, в основном сейчас прочитали, расшифровали благодаря достижениям гениального Юрия Валентиновича Кнорозова, ну, вот, здесь все даты более-менее похожи, то есть, это примерно от четвёртого до первого тысяч лет до нашей эры возникают иероглифические системы письма, которые постепенно заменяются иероглифическими системами. Основное, чем с точки зрения цивилизации, культуры, антропологии, с точки зрения нашего семиотического подхода к антропологии, основное, чем это высшая психическая функция, письмо, отличается в алфавитный период от иероглифического периода. Это то, что алфавит вводит идею дискретных знаков, непрерывных знаков, не непрерывных знаков, а знаков дискретных, то есть, отдельных. Каждая буква в иероглифическом письме отличается от другой буквы. Это связано с тем, что иероглифическое письмо, как я вам уже сказал, фиксирует некоторые последовательности фонем в устном языке. В каждом языке есть не больше, чем примерно от 40 до 80 реальной цифры. Бывает даже от 10 до 80 отдельных фонем звуковых типов, из которых строятся слова и предложения. алфавитное буквенное письмо в каждой буквы, в каждом знаке алфавита соответствует определенным фонемам произносимого устного языка. То есть, это письмо принципиально основанное на отдельных дискретных знаках, в отличие от иероглифического, которое, вообще говоря, ориентировано на непрерывный ход мысли на некоторый такой поток сознания, если пользоваться современным литературоведческим термином. Таким образом, человечество постепенно переходит к логическим формам мышления. Это очень важно, потому что из этого рождается современная наука и современная техника, в частности, вся современная техника информатики. Я довольно много разорялся по поводу того, как опасно телевидение, но всё-таки в целом вся наша цивилизация сейчас находится в состоянии подъёма, благодаря чрезвычайным преобразованиям информационной техники, создания интернета и так далее. Всё это оказалось возможным благодаря использованию дискретных знаков, в частности, математической логики, которая сыграла большую роль в создании компьютеров, в создании искусственного мозга человека, в создании того, что называют сейчас часто искусственным интеллектом. Это, несомненно, новый этап развития всей человеческой культуры, мы к этому будем возвращаться, но должны помнить, что для этого основным был переход от иерогистрического типа к дискретному. Поэтому, повторяю, по поводу китайской культуры остаётся вопрос, что у нас может сделать, чтобы оставаться современной, усвоить всю дискретную технику мышления и инженерной передачи искусственной мысли, и в то же время пытаться сохранить иероглифический способ построения основных литературных, художественных и других текстов. В этом смысле очень интересно, что Мао Зе Дон, создатель современного Китара, сам был очень неплохим поэтом в иерогистрическом письме. Я внимательно изучал, у меня есть книга стихов Мао Зе Дона, записанная китайскими иероглифами, я внимательно её изучал. Он очень большой мастер в классическом китайском пейзажном стихе, описывает эмоции человека при виде красот китайской природы. Но всё это сделано в технике, которая существовала уже в 10 веке нашей эры. Каким образом современный Китай сумеет одновременно сохранить ту старую культуру и тем не менее соединить её снова, это чрезвычайно интересно. То есть я, хотя и замыслил эту свою лекцию как описание перехода и различия иероглифических культур и алфавитных, но не могу не кончить в конце тем, что у нас на глазах возникают попытки соединить иероглифическое письмо с алфавитным, и может быть это тоже очень существенно. Весьма возможно, что культура, чтобы сохраниться, должна пытаться соединить самые разные эпохи развития. Это не исключено. Этим надо серьёзно заниматься. остаётся не только практической задачей, но и серьёзные научные проблемы. Таким образом, мы с вами сегодня рассмотрели некоторые самые общие проблемы, которые касаются истории письма, в частности, на материале соотношение иероглифического письма и алфавитного. В следующий раз я перейду и довольно подробно буду говорить в одной специальной части культуры, начиная с иероглифических культур, может быть, даже начиная с культур ещё более ранних самых корней культуры. Я буду говорить о числах и математических понятиях культурах разных типов. Это будет уже шестая лекция, то есть, это будет уже начало второй половины нашего курса семиотической антропологии. Спасибо, благодарю вас всех за внимание. отец. Поехали. апреля, апреля. Поехали. 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 Продолжение следует...